СБУ послушала Путина и рассказала о воюющих в Африке российских наемниках Украины, бывшей СССР. 20 часов 38 минут, 20 декабря 2018 года СБУ послушала Путина и рассказала о воюющих в Африке российских наемниках. Фото Екатерина Чеснокова, РИА Новости Службы Безопасности Украины, СБУ, установила 10 наемников так называемой частной военной компании, ЧОК, Вагнера, которые могут быть причастны к убийству трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике, ЦАР. Сообщение об этом появилось на сайте спецслужбы. В ведомстве заявили, что эта информация в очередной раз разоблачает ложь официальных лиц России о гибели трех российских журналистов в ЦАР, которые прибыли в страну как туристы и были застрелены летом. Материалы СБУ приобретают особую актуальность в разрезе сегодняшней пресс-конференции президента РФ Владимира Путина и его заявлений относительно наемников Вагнера, отметили в спецслужбе. В ведомстве утверждают, что наемники были направлены в ЦАР главным управлением Генерального штаба России еще в начале 2018 года. Структурой их прикрытия является коммерческая фирма ООО «Мфинанс», основанная Евгением Пригожиным. Доставка части наемников в Африку была осуществлена частным самолетом самого Пригожина, которого неофициально называют хозяином ЧОК, утверждается также, что руководит этой службой безопасности Валерий Захаров, являющийся также советником президента ЦАР по национальной безопасности. После получения российскими спецслужбами информации о поездке журналистов в ЦАР Захаров получил приказ принять исчерпывающие меры для недопущения утечки информации о присутствии российских террористов в этой африканской стране, утверждают в СБУ. Глава ведомства Василий Грицак призвал начать международное расследование. 20 декабря президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что законность действия ЧОК Вагнер должны проверить правоохранительные органы. В Генпрокуратуре заявили об отсутствии данных о преступлениях ЧОК. Больше важных новостей в телеграм-канале Лента дня. Подписывайтесь. Продолжение следует...